Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это вторая глава моего курса по RailClone. И эту часть я начну со снов и постепенно с каждой частью будем приближаться к уровню профессионала. То есть сначала научимся работать с интерфейсом и базовыми функциями, а затем уже будем делать какие-то сложные объекты. Так как плагин очень интересный, я не знаю сколько всего будет частей и планирую как можно больше и подробно рассказать о всех его возможностях. Так что крепко пристегните ремни и мы отправляемся в интересную экспедицию к загадочной планете RailClone. RailClone это не тот плагин, который можно быстро изучить только на практике, избегая теории. Поэтому сначала я расскажу Вам о интерфейсе. Но чтобы его увидеть, Вам сначала нужно создать RailClone объект. Для этого выбираем вкладку Objects и заходим в категорию E2 Software и кликаем на RailClone Pro. После чего зажимаем левую кнопку мыши и во viewport тянем на себя. В итоге появится такая иконка с текстом RC. Также Вы сможете создать данный объект с помощью специальной панели, которая появляется после установки плагина. На панели кликаем на иконку RC и повторяем те же действия во viewport. Затем можно перейти в вкладку модификаторов и там Вы увидите все настройки разбитые на категории. В About будет находиться вся информация о Вашей лицензии. В категории General несколько опций и 4 иконки. Первая опция Random Seed позволяет Вам внести разнообразие в параметры стилей. С помощью Icon Size можно менять размеры иконки во viewport и ниже есть две опции. С помощью которых можно решить, следует ли применять стили, которые были использованы несколько раз в сцене ко всем объектам или только выбранному объекту. А также позволяет сохранить или заменить из библиотеки локальное значение параметров. Если включить первую опцию, то будут обновляться все объекты RailClone в сцене, которые используют один и тот же элемент библиотеки. Если эту опцию выключить, то будет обновляться только выбранный объект. Это значит, что все внесенные изменения в общий элемент библиотеки будут применены только к выбранному объекту. Вторая опция включается в том случае, если Вы хотите, чтобы RailClone объекты сохраняли настройки параметров. Выключается она в том случае, если Вы хотите обновить все значения параметров и значения по умолчанию, сохраненные в элементе библиотеки. Две эти опции используются тогда, когда Вы хотите добавить какие-то кастомные настройки и применить внесенные изменения к определенным параметрам. Если нажать на первую иконку внизу, у Вас откроется специальный Update Manager, который позволяет загрузить новые библиотеки, обновления плагина и так далее. Благодаря этому, Вам уже не нужно заходить на сайт и проверять эти обновления. Следующая иконка открывает сайт с документацией, в которой очень много категорий. При желании, Вы можете скачать PDF-версию. Благодаря данной документации, можно достаточно подробно изучить все функции плагина. Но если Вы не любите читать, то можно продолжать смотреть мои видео-уроки по RailClone. Следующая иконка показывает статистику по созданным объектам. Так как сейчас у нас ничего нет в сцене, то здесь ничего не отображается. Поэтому выбираем любой объект из библиотеки, чтобы можно было посмотреть эту информацию. Как только Вы выбрали пресет, его нужно пустить по сплайну. Чтобы активировались все функции в статистике. После этого нажимаем на клонку статистики и у Вас появится все нужная информация. В ней Вы найдете количество сегментов, время, которое тратится на апдейты и создание данного объекта, скорость создания и вид отображения. И также, если в объекте будут какие-то ошибки, эта информация тоже появится здесь. Все RailClone объекты создаются, учитывая ряд правил построения, которые можно формировать в стилях. Для этого в настройках есть отдельная категория Styles, в которой можно управлять созданием разных объектов. В RailClone Pro примерно 280 стилей и они постоянно обновляются и добавляются новые. Если нажать на вкладку под Preview, то откроется библиотека стилей. Здесь очень много разных объектов для всех задач. Чтобы отредактировать любой стиль, нажимаем на иконку карандаша и у Вас откроется специальный Style Editor. Также, при желании можно создать свой стиль абсолютно с нуля. И сделать копирование между разными объектами для повторного использования. В редакторе стилей всегда есть входные ноды. И обычно для простых объектов достаточно одной ноды Path, в которую загружается Spline и одна или несколько нод с объектами, которые пускаем по этому пути. Для более сложных стилей, ведь нод будет гораздо больше и Вам потребуется несколько элементов, которые выбираются в вкладке Items. В ней Вы увидите несколько категорий, о которых мы поговорим позже. Для редактирования параметров используется вкладка Base Objects. Также, Вы можете добавить специальные параметры, которые редактируются в самих настройках без необходимости открытия Style Editor. Эти параметры будут находиться в вкладке Parameters. Также, при желании Вы можете создавать свои стили абсолютно с нуля. Достаточно зайти в редактор стилей. Удалить все, что там есть. И допустим, Вы хотите пустить какой-нибудь чайник по пути. Для этого перетягиваем Linear 1s в окно редактора. Сегмент, в котором указываем чайник и соединяем The Fold. И Spline, по которому распространим этот чайник. Ноду Spline соединяем с одноименным входящим соединением ноды Linear 1s. В итоге, Вы получите собственный стиль, который можно сделать более сложным, редактировать и создать специальные настройки для пользователя. Но об этом поговорим чуть-чуть позже. Кстати, если выбрать RailClone объект и нажать правую кнопку мыши, то с помощью специального меню, Вы можете выбрать модель, которая распространяется по Spline и сам Spline. Также, во время работы с RailClone, у Вас может возникнуть ситуация, когда распространение модели по замкнутому Spline будет обрываться и Вы увидите странные баги. Сейчас я покажу, как с этим бороться. Для примера, я создал два таких круга. На первый круг, я назначу обычный RailClone объект без дополнительных настроек. А на второй с ними, чтобы избежать этих багов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они решают эту задачу, но в RailClone в последней версии придумали решение. Давайте для крайнего круга включим специальную опцию Curve Steps. Если увеличить ее значение, то разрыв исчезнет. Поэтому, пожалуйста, запомните эту опцию. Потому что без нее, как бы Вы не старались, ничего не поможет. Итак, идем дальше. Следующая иконка рядом с редактором стилей, позволяет копировать стиль на любой объект. Для этого, достаточно нажать на нее и выбрать его. После чего, у Вас выскочит предупреждение о том, что отменить это действие нельзя, поэтому будьте внимательны. Следующая иконка рядом с ней, позволяет копировать стиль сразу на несколько объектов, выбрав их в списке. И последняя иконка, позволяет импортировать стиль из другого объекта. Ниже идет Master Style, который используется для редактирования большого количества объектов. Благодаря ему, Вы можете иметь один стиль, который загружаете в Master Style из объекта и дочерние объекты, на которые назначен этот стиль. Исходя из этого, все изменения сделанные в Master Style будут применяться к ним. Но при этом, если внести изменения в стиль дочерних объектов, Вы сможете внести немного разнообразия. Вам не нужно открывать редактор стилей, чтобы внести изменения. Достаточно нажать на кнопку Update Style рядом с Master Style. Таким образом, можно привязать целую группу объектов к одному Master стилю. Но при этом, каждый из них будет иметь независимые локальные настройки. Круто же! С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир!